Феоричная сказка, в которой вера в чудо преодолевает все препятствия, а добро и любовь побеждают зло. В Большом зале Владивостокского дворца детского творчества состоялся премьерный показ мюзикла «Аленький цветочек» Максима Дунаевского в исполнении юных артистов заслуженного коллектива «Приморского края» образцового музыкального театра «Овация». Наш коллектив был создан 23 года назад на базе 26-й школы. Это был школьный кружок, где занимались дети, обучающиеся в той школе. Со временем мы развивались, росли, и теперь мы объединяем более 200 детей в разных возрастных составах, занимаемся постановками мюзиклов, музыкальных спектаклей. Как отметил первый заместитель министра культуры и архивного дела «Приморского края» Максим Бурделло, правительство региона на протяжении ряда лет оказывает поддержку юным талантам и творческим коллективам, предоставляя на конкурсной основе различные гранты. Если в том году мы видим, какой ажиотаж был, то миллион рублей был предусмотрен, и мы выдавали по 100 тысяч рублей 10 творческим коллективам, то при формировании в этом году бюджета мы предусмотрели уже 5 миллионов, и будем распределять уже на каждый творческий коллектив по 500 тысяч рублей. Сейчас как раз объявлен конкурс по грантам, по этим уже подано 15 заявок, в ближайшее время мы их рассмотрим, определим лучших. Артистов на сцене активно поддерживали сверстники в зрительном зале. Посмотреть спектакль приехали дети участников специальной военной операции, а также ребята из муниципальных образований по программе «Школьники Приморья». Нужно детям отличься от семейной ситуации, в которой они находятся. Некоторые находятся с начала спецоперации, некоторые с последней мобилизацией. Многих родителей, отец находится там в зоне действий. Они сами очень любят участвовать в различных мероприятиях школьных, ну а посмотреть, как другие это делают, тем более это мюзикл, они такого никогда не видели, это, конечно, очень замечательный для них подарок. Мюзиклы музыкального театра «Овация» включены в краевую губернаторскую программу «Школьники Приморья», реализуемую Министерствами культуры и архивного дела и образования. Юные зрители имеют возможность посмотреть спектакли по пушкинской карте бесплатно. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова